И вновь мы в студии Рухаб, чтобы посмотреть на вторую карту сегодняшнего противостояния команды Акума и коллектива Гамбит. Свой пик Акума проиграли 5-16, но теперь выбор команды Гамбит. Как я уже говорил, это оверпасс, одна из лучших карт команды Гамбит, но далеко не лучшая карта команды Акума. И мы с нашей аналитикой попробуем как-нибудь вычленить шансы команды Акума на этой карте. Ребята, что вы думаете по поводу того, каковы шансы у команды Акума вырулиться на третью карту? Слушай, ну почему ты говоришь не лучшая карта? Мы просто не видели Акума особо оверпасса, это было два раза. Два раза они победили, и последнюю карту выиграли у Ван Винт, 16-12 вроде как. А, кстати, Ван Винт и оверпасс тоже играют, знаете ли, неплохо. То есть об этом и речь, по сути вещей. У них просто не было времени показать себя на всех картах, потому что мы знаем, как у нас обычный СНГ РМР бывает. 2-0, 2-0, 2-0. 2-2, Мираж и как бы Инферно Десайдером, и все, больше ты ничего не получишь. Иногда залетает Нюк, какой-нибудь Рейн. Не знаю, то есть у пацанов должно быть в любом случае глобальное понимание, как играть на этой карте. Они прекрасно это знают, просто единственное, что на оверпассе, за счет того, что она реально длинная, на ней плюс выиграть очень тяжело. Но самый популярный вариант, если ты играешь в атаке, это какой-то быстрый выход коннектора с плитом с центром под флешки гранаты занимать. Ну, как К-23 играли примерно. Да, да, но опять же, команда Гамбит такой будет пресекать сразу в защите. Они встанут также в закрытую, и все. Ну, окей, вы займете быстро центральный коридор, но при этом вы потратите половину своей гранаты, для того, чтобы более-менее спокойно это сделать. А с другой стороны, потом, когда вы будете заходить на планету, вам прилетит в два раза больше гранат, чем вы откинули до этого. Из подтверждения этих слов, на самом деле, можно просто взять игру на Мираже и увидеть, как Гамбиты очень дисциплинированно, но при этом очень шустро атаковали как раз-таки Мираж, и, соответственно, очень хорошо оборонялись. Так что, в принципе, ну, все идет к тому, что у Гамбит оверпасс, ну, он, в принципе, есть, как бы, начнем с этого. Они не просто так его берут, но и о том, что они идеально подходят для того, чтобы, так сказать, противодействовать Акуме. И это было в предыдущем матчапе, и сейчас, скорее всего, повторится. Ну, здесь, опять же, да, и от Сенсея очень много будет зависеть. Я просто, у меня сейчас в голове одна лишь мысль, да, это атака команды Акума. То есть, как они будут разыгрывать ее. Потому что, если Сенсея, допустим, выключат до того, как он доберется до снайперской вентовки, это будет провал, и, думаю, даже здесь ТМчик будет. Если все пойдет поначалу, все очень даже неплохо, и доберется до Авика Сенсеи, то с командой они реально могут разыграть. Пацаны умеют играть медленные раунды, они нам это неоднократно показывали. Но, мне кажется, команда Гамбит за счет того, что, ну, гораздо опытнее, чем их сегодняшний соперник, они вот умеют именно подстраиваться под темп оппонента. Я удивлен, почему это не сделали другие команды. Но Гамбит все-таки топ-1 мира. И даже условные Нави не смогли в свое время перестроиться против команды Акум. Ну, как мы помним из интервью Бумыча, это был не самый лучший их день. То есть, там даже, может быть, не сами Акума были великолепны. И даже из интервью Акум мы стали... Хорошо, ладно. Один раз Нави оступились, оступились ВП. Кто следующий? Насколько можно оступаться? Уже, походу, никто. Нет, подожди, завтра, условно, может быть, если сегодня проиграет команда ВП. Но если сегодня, да, то там уже будет матч против команды ВП. Слушай, ну, я, ну, не совсем люблю так говорить, но мне кажется, пацанов на самом деле немножко все-таки в тильт вогнали. Ну, немножко подавление. Вот этот общественный резонанс, да, как ни крути, когда тебе желают успехов, это одно настроение. А за счет того, что ты, ну, молодой, и тебе там условно просто каждый желает палки вставить в колеса, и плюс там медийные персоны постоянно в этот момент включаются. Ну, это вообще прям не ок, я, честно говоря, иногда в нашей комьюнити не особо понимаю, прям... Морально тяжело справляться. Прям вообще нехорошо. Поэтому я всегда всех, ну, призываю, будьте добрее, ну, позитивнее, посмотрите под другим углом, не будьте категоричны, дайте шансы и так далее. И тут просто появляются гамбиты, которые на их пути сейчас криптониты. И просто так сложилось, что гамбит — это та самая команда, которая так и так с ними справилась даже в первом матче. И вот, и сейчас такие... Ладно, не буду ерничать, потому что, реально, ну, я за Акуму буду болеть и на второй карте, несмотря на то, что мой предикт просто пошел куда-то подальше, в тар-тарары на первой карте. Ну, пошел погулять, и надеюсь, что он вернется на оверпассе. Очень хочу верить, что на оверпассе хотя бы будет борьба, потому что, к сожалению, на Мираже была борьба только в рамках, там, первых десяти раундов. Ну, начну снова Акуму, извини, что перебил, снова начну за диффенс, и каковы шансы там набрать раундов на первую половину? Сколько вообще должно быть для них, чтобы они себя комфортнее чувствуют? Хотя бы девять. В том-то и проблема, что хотя бы девять, потому что в современных реальных как-то раз-таки атака больше раундов набирает, если ты пикаешь свою карту. И при этом, ну, ты вот, Гром говорит о девятке, но на самом деле мы просто не можем знать, что пойдет вообще на оверпассе. Ну, это, опять же, это же, понимаешь, потенциальное твое видение ситуации. То есть, хватит ли команде Акуму девять? Я думаю, что да. Но, опять же, для этого нужна выигранная пистолетка на второй половине на атаке, выигранную Counter-Force, это выход на двенадцатый и так далее. То есть, я немножко более как-то глобально с этой точки зрения смотрю. И вот на самом деле, Гром когда говорит, что предикт якобы на Акуму, да, мы все болеем за них, но на самом деле мы понимаем, что Гамбиты, по идее, это сильнее. Мы просто хотим, чтобы Акуму совершили не только... Мы просто хотим верить в чудо. Ну, на самом деле это было не просто чудо, это не беспочвенное мнение. То есть, мы видели, как Акума умеет играть. Проблема в том, что снова мы упираемся в очень интересный подход команды Гамбит и как они адаптируются. Это одна из немногих команд, которые реально быстро подстраиваются под соперника и показывают, что, в принципе, можно даже это, зеркалочку и, так сказать, стиль немножко подукрасть и сыграть самим. Ну да, то есть, такой миррор показать, чтобы ребята просто делали то же самое, что и соперник. А, это ломает. Это ломает парней. То есть, по сути, вещей мы так и не увидели Акуму никакой ответки на Мираже. В этом-то и вся проблема. Да. Ну, опять же, за счет чего опять Гамбита? Они сами себе взяли атаку, они так часто делали. Они, опять же, брали себе атаку и в первом матче. Они часто берут атаку на карте ДАЗ-2. Что значит, они взяли сами себе атаку? Это же выбор Гамбит, значит, выбирал из стороны Камадаку. Оверпасс взяли Гамбиты. Ну, поэтому Акум выбирался в сторону Захита. Нет, я говорю про сейчас Мираж. Он про Мираж говорит. А. Гамбиты же себе выбирали из стороны. Я просто такой, ну, еще думаю, там, наперед что сказать. Я такой думаю, а при чем здесь Мираж? Ну, он решил откатиться в предыдущих карте. Да, то, что с тебя Гамбит, они были уверены в атаке не на одной карте. То есть Мираж, ДАЗ-2. Мне кажется, и Вертиг они тоже могут в случае чего сыграть за атаку начать. Если это будет вражеский пик, хотя вряд ли кто-то будет пикать против них Вертигон. Ну, когда ты знаешь, как играет твой соперник, в принципе, Акумы никогда не показывали каких-то супер, знаешь, страшных раундов. Они всегда играют простенько, но это было результативно. Их именно выходы всегда были хороши. И это больше относится к тому, что, ну, может быть, может быть, просто Гамбиты были уверены в том, что мы сейчас вот по разобранной атаке пройдемся, так скажем, а в защите, ну, а в защите порой Дефолт даже побеждает, учитывая, как Гамбиты прошлись по Миражу. Ну да, там у нас в первом матче был счет 9-0, и с него только уже начали ребята возвращаться. Но вот оверпасс, действительно, как нам говорил Женя, карта широкая. Широкая на широкую. Вот это все. И как вы думаете, будет ли команда Акума действовать агрессивно? То есть увидим ли мы поджимы того же самого Фонтана, например, от ребят? Будут ли они так рисковать или просто играть в своей манере? Или это будет Дефолт, который, знаешь, как они могут в себе зажаться и как-то вот... Слушай, абсолютно любая команда играет поджимы. Вспомним, команду К-23 постоянно играет, тот же Норберт, Смоу поджимают. Но это команда такая сама по себе. Я видел много примеров. А ты не можешь играть без поджимов на оверпассе, если у тебя нет нормальной экономики. Тебе придется в любом случае выжимать соперника. Если у тебя нет экономики, ты не можешь играть в закрытую, потому что тебе банально нечем крыть за ход оппонента. Ты не можешь играть на дистанции, потому что у тебя нет авика, поэтому тебе нужно с помощью фармилки или чего-то еще, либо одного девайса в копе с каким-то деглом, тебе нужно идти закрывать позицию, а значит поджимать либо центр, либо длину. Ты должен быть вариативным. Если у тебя нет информации, ты принимаешь критическое решение, поджимать тебе или нет. То есть, ну, это не зависит от команды, это зависит от твоей ситуации. Есть у тебя экономика, есть у тебя гранаты, есть у тебя авика или нет. То есть, какой счет по карте? Можешь ты рисковать, не можешь рисковать и так далее. Короче, много подводных камней. Ваши финальные предикшены, будем уже смотреть Европасс. Ну, я все так же болею за Акуму, но это, скорее всего, Гамбит 2-0. Акума 1-1. Окей, наши аналитики высказались по делу, и мы посмотрим на коэффициенты. Это 4-5 на команду Акума, 1-18 на коллектив Гамбит, на победитель на карте, потому что на матч уже прематч не решается давать. Ну, также не забывайте про бонус, который придумал для вас прематч. 9 200 долларов разыгрывается. Переходите по ссылке pmb.g.rmr и получаете бонусы, если вы шарите в контр-страйке. Акки, а для вас этот матч, эту карту также прокомментируют Дек Регги и Слип Сам Вайл. Спасибо, наши аналитики, друзья. Действительно, будем смотреть, что у нас будет на второй карте. Конечно, сложно очень вериться в то, что Акума смогут все это дело сделать 1-1 и дальше перейти на третью карту. Но, так или иначе, никто не отменяет веры в чудеса, никто не отменяет случайностей совершенно каких-то. Но, опять же, все факторы складываются на то, что команда Гамбит закроет здесь своих оппонентов 2-0, отправится в гранд-финал, и завтра будет сражаться в рамках Best of Life в серии уже в гранд-финале. С кем, пока не ясно. Потому что, чисто теоретически, завтра Гамбиты могут и с Акумой сражаться, если выиграют. Такое тоже может быть. Акума может упасть в нижнюю сетку, встретиться с ребятами из команды Virtus.pro, они уже их проходили, и вернется завтра... Победить их еще раз. Такой же, да, гранд-финал. И победить их еще раз. Астер мой язык, ну, очень часто, по крайней мере, и человек, я как комментатор, как человек, как вы понимаете, прямой. Поэтому, дорогие друзья, которые нас сейчас смотрят, будьте добры, переведите все свои негативные эмоции, которые у вас есть, если нужно, на меня. Потому что это я уже слышал очень много раз, и к этому я уже привык. Не душите молодых игроков. Не нужно. Ты сейчас скажешь, переведите все негативные эмоции мне на карту. Ну, можно и туда, конечно. Переведите, пожалуйста, их на меня. Ну, что здесь? Пускай лучше будет так. Потому что давайте посмотрим, что могут вот эти вот молодые, невероятные парни предоставить против команды Gambit на Верпасе. Поехали смотреть. Ребята будут атаковать команды Gambit, аккума защищаться, и здесь Демк должен своих оппонентов находить, как минимум. Есть информация, и будем смотреть, что придумают. Далее Хоббит закрывает Демка, Аксель закрывает Джеки Пстайка на размене. Есть ситуация, Сергей, ой-ой-ой, на фане, ты же посмотри, какой здесь на фане хитрец. Остается до последнего, на фане ставится хедшот Пстайка. Сенсей последний, и похоже, что Gambit начнет с пистолетного раунда для себя. Пока жестко, да. Сенсей последний на болоте Б находится. Вариантов, если честно, пока что особо нет для него. Ну, килл два. Механически он очень хороший. Механически он очень хороший стрелок, дорогие друзья. Простите, я очень эмоциональный человек. О, это сейчас так. Хорошо. Браво. Браво. Это было хорошо. Gambit выиграет пистолетку, но первый килл был, конечно, просто золото. Просто золото. Ну, что Акума? Форсетский, наверное. На какой-то стороне от вас. Ребята, может, соберутся, может, сейчас все-таки покажут бой команде Gambit. Может быть, друзья, коэффициенты от наших друзей из париматча. 5.55 на команду Акума, 1.12 на Gambit. Именно такие коэффициенты предлагают наши друзья из париматча, но вы не забывайте получать стопроцентный бонус к первому депозиту. Кликайте на баннер по трансляции и не забывайте про все это замечательное дело от наших друзей. Форс раунд от команды Акума. Четыре пистолета плюс скаут для Сенсея. Едем дальше. Да, Форсетский. Ну, посмотрим. Болото Берра не от команды Gambit. Прям супер, экстра, экстра быстрая. И болото точно заняли. Ответных действий от команды Акума я пока не вижу. Ну, хотя вот монстр... Наверное, не активный. Не верю в активные монстры сейчас от Акума. Хотя они любят поджимать, конечно. Так, ну что ж. Минута 25 на таймере. Джеки спрятался. Смотрит в стену. Хоббит. Ну, Хоббит видел, что такое было. Хоббит знает, что такое делали ребята из команды Акума. Хоть они играли один раз на протяжении этого турнира оверпасс. Но все это дело контролировал и закрывает своего оппонента дважды. 5-3. Большинство для команды Gambit. Ну и потенциальная история выйти на 3-0. В целом, может быть, кстати, даже подумать о сейве. Ребята, мы с командой Акума после захода на Бэплэнт. Не имеет никакого смысла здесь идти на выбивание. Я думаю, даже сейв. Нужно просто уходить втроем и все. Дэмк Сенсей и Сергис. Если быть точным, об этих игроках мы сейчас ведем речь. Без бомбы команда Gambit зашла на Бэ. Бомбу заранее скинули. Привели элиминейшн выход, так называемый. Даже не на постановку вообще. Ну и бомба-то поставят на Бэплэнтеде спокойно. Второй раунд от команды Gambit мы ожидаем. Сергис в опоре, на самом деле, на хелпе Бэ. Вряд ли он прямо суперактивно будет здесь стреляться как-то. Двойка четверка на киндерш приплаце и лонг, соответственно. Второй от команды Gambit. Так, ну да. Второй для ребят из команды Gambit. Там будет еще и третий, скорее всего. Ну, опять же, Сайка вместе с Джеки не будут закупаться по понятным причинам. Сенсей Сергий Задемк. Ну, только на них, наверное, вся надега, вся возможность что-нибудь придумать, выиграть как-нибудь раунд с этими девайсами. Но есть подозрение, что будет пока что сложновато. Сколько раундов, Евгений Леонидович, вы даете команде Акума на оверпассе? Я вообще хочу, если честно, увидеть, ну, прямо вот честно скажу, как есть, увидеть их игру на оверпассе. Против Gambit в девайсных раундах. Я хочу увидеть идеи на защите, я хочу увидеть идеи на атаке. Именно сейчас, именно здесь. Повторю вопрос, Евгений Леонидович, сколько раундов вы хотите от них увидеть? Я понимаю, поэтому я от вопроса прямого вернулся, потому что не смогу сказать. Но 10 может быть, но это я просто вот сейчас пальцем в небо. То есть световой метод. От фонаря, ты бишь. Так, ну хорошо, давай посмотрим. Ну, в рамках конкретно этого матча, наверное, это можно даже считать ТБ. В целом, потому что здесь все-таки тотал раундов немножко снижено из-за того, что явный фаворит имеется. Широ закрывает Джеки Аксель, закрывает Сайка. И Сергиз должен здесь тоже отлетать какого-нибудь Сенсей фрагом также сделал. Забирает, да, оппонента. Слушай, вообще на самом деле неплохо по поводу позиционной войны атаку мы на халпу Б. Ой, да, ой. Три молька, что ли? Там два молька вроде. Дэмк, 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 дэмк. Айть, айть. Получается, против Хоббита на Б-плато столятся с девятки и Сенсей последний. Его здесь не отпустят, потому что аж два молька залетало на халпу Б. То есть вообще там физически невозможно даже было живым пройти абсолютно никак. Это третий раунд будет от команды Гамбит? Да, да, третий раунд для этих ребят. Сейчас становится 3-0. И, в общем-то, очень даже хорошее начало для этих парней. В целом придумать хорошую атаку на оверпассе. Но вот теперь будет закупка. Полноценная закупка. Сенсей здесь, ну, толку от этого скаута объективно немного. И, разумеется, он будет его выкидывать, поэтому нужно идти вперед, что-нибудь попытаться сделать. Ну и получить хедшот. К понятным причинам ему просто не нужен был здесь этот скаут. Шанс кого-нибудь найти, может быть, был всегда. 3-0. Пока 3-0. Бай. Бай атаку мы вот сейчас. Вот этот момент вот сейчас конкретно. Атаку мы интересует. Куда, где, что вы будете делать против Гамбит? Опять же, команда. Project X, X Crazy, опять же, X Project X. Долго-долго-давно вместе играют. Ну, понимаете, да, и так далее, и так далее. Ну, вот сейчас интересно, что вы хотите. Так, ранние тайминги, шары, вот мы видим. Подсадка стандартная от Гамбит, кстати говоря, в 4 лица, точно 0. До 39-й секунды Гамбит посмотрит. Так, вот. Это привет. И на 39-й проезжает киберспортивный поезд, и Гамбит все сделали правильно. Все мы помним эту прекрасную подсадку от Саши Симпла, который играл под игрока. Вот здесь вот, где Джеки стоит только немножечко вдалеке. А там скайбокс. А там скайбокс, который не простреливается почему-то. Не простреливается. Ты видел, как говорится? Видел? Ну, там, на самом деле, сложнее. Там он технически хитбоксом попал в голову, в шлем. Но почему-то там... Но не засчитал. Но там типа странно, да, засчитал. Это очень странная история. Сенсей. О, ну-ка, 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 читай, это понятно. Ну-ка, ну-ка, Сенсей. Оп! Не, Хоббита не проходит. Читал, но не прошел. Здесь три человека атаку, мы и двой на Б. Сложно здесь. Джеки за колонной. И Широ откидывает. Достаточно легко убивает Джеки. Демк здесь зашивает. Тоже не получится. Ну и последний Сергис. Он достаточно далеко от всех игроков команды Gambit. Ну и очевидно, что этот раунд не получится. Ну, если честно, видно, да, немножко, да, даже немножко, видно напряжение по вебкам лакума. Ну и это, на самом деле, вот честно, это не те парни, которых мы видели с Na'Vi и с OnePlus Pro. Да, да. Есть один дистинктивно важный момент по поводу вебкамер. Опять же, вебкамеры, собственно, отражение души человека, как вы понимаете, в 21 веке. Особенно, когда люди занимаются тем делом, которое отнимает у них весь процессор в голове. То есть они не думают еще о каких-то раздражителях любых. То есть они прям полностью прям вот влетают как бы, да, вот в свое любимое дело. И когда вы их снимаете там на камеру или вебкамеры, они просто про это забывают, да, про этот видеопоток. Продолжу идею, да. Мы сейчас видели Сергиза, лицо вообще не Сергиза, у Сергиза. То есть человек бесконечно радостный и солнечный. Это мы видели на протяжении всех дней всегда, даже в технических паузах. Сейчас он настолько поникший. Подавлен. Насколько я никогда Сергиза таким на вебкамере еще не видел. Никогда. И поверьте, друзья, это не от результата. Не от того, что происходит сейчас в матче. Потому что это вполне нормально. Вы играете против топ-1 команды мира. Широ. Закрывается Сэм. Сергиз. Сэм-очкой. Здесь, опять же, аккуратно. На фане. Сложно, но по стрельбе все-таки хорошо. Закрывает он Сергиза здесь. Сайка вместе с Дэмком и Джеки остаются последние. И потенциальный быстрый выход от команды Гамбит все-таки на 5 раунд. И потенциальный счет 5-0. И очень хорошее начало от атаки для команды Гамбит. Сайка, Дэмк и Джеки остались втроем. Здесь это будет действительно чистый пятый для Гамбит. Вероятно, опять же, 5-0. Поохотится, может быть, за еще несколькими игроками. Да, в общем-то, и все, на самом деле, что здесь можно сказать. То есть мы видим пока что доминацию от команды Гамбит. Безкомпромиссную. Без вопросов. Типа, без предъяв. Без всего. Просто вот до упора, до конца атаку мы пока ничего. Да, ну. Здесь Дэмк закрывает на фане. Отлетает. Сайка. Сайка. Тоже отлетает здесь от Интерза. Ну и Джеки. Последний в сайте про четырех игроков команды Гамбит. Ну, пятый раунд здесь должны ребята себе закрывать. Видит тень. Но слышит еще и своих оппонентов. И отлетает здесь от Акселя. Ну вот, Джеки выглядит, кстати, плюс-минус не таким подавленным по сравнению со своими тиммейтами в целом. Ну, опять же, я не очень психолог, но в моем личностном понимании вроде как все относительно, на самом случае, на вид не показывает. Ну, терпимо. Ну, вот я тебе просто скажу, что я-то просто психолог, потому что психвак учился. Терпимо. Я не скажу, что это хорошо. И для Джеки, кстати говоря. Потому что я помню его лицо. Вот то, что сейчас нам показывают, это 5 из 10 лицо с точки зрения именно спокойствия и психоэмоционального напряжения. А вот Сергис, демг тот же, на самом деле, да и Сенсей. Очень напряженные ребята, но такое давление получается. Давайте байраунд посмотрим от команды Аккума, немножко переключимся все-таки на игру. Здесь... 7-1 от Хоббита. Во-первых, Хоббит, да, все еще занозы в одном месте для команды Аккума, стоит это признать. Сенсей с Авапой на все деньги бай, два дефьюз кита, Сайко, есть килл по Акселю. На фа не топнул. Сергис. Оп, хорошо. Сергис, оп, отлично. По Интерзу. Закрывает себя, закрывает себя, поживет. Еще Широ с Хоббитом остались вдвоем. Но для этих ребят, так как их настолько дико закрыли на А, единственный их выход это Б, но их здесь ждут. Это означает то, что Хоббит будет погибать, это означает то, что Широ будет погибать. То есть инфа у Аккума здесь была точно. Это первое. Первый раунд взяли. О-о-о-о! Сергис! Улыбочка пошла! Ну вот, может быть, сейчас за счет таких раундов ребята немножко... Немножко почувствуют себя вот действительно получше. Вернут моральное состояние. Немут напряжение. Дорогие друзья, помните, слова мечи. Это говорит вам тот человек, который недавно узнал, что слова очень мечи. Если честно, и глубоко раскаиваются, собственно, с одеянным. Помните всегда об этом. И мне стоит. И я вам об этом тоже скажу. Седьмой раунд на ваших экранах. Так. Горит Сергис. Сергис, горит Сергис! И МХП еле-еле вообще уходит отсюда живым. На самом-то деле без гранат абсолютно все он откинул. И здесь, в общем-то, история достаточно уверенная. И хорошая может быть для команды Гамбит с опенфрагом. Но не будем торопиться, не будем заходить вперед. Денег у команды Гамбит все равно достаточно хорошо. Ну и заход от Гамбит на Аплент. По всей видимости, тут только демк один. Затишье на карте. Демк на карте. Они вдвоем. Демк на карте стоит пока что. С товарищем эта подсадка для Сергия. За Сергий спрячется. С карты его снимают. И сразу становится понятно, что это была подсадка. Значит, там еще один живой человек на Апленте. Возможно, еще один. То есть плюс два, думают команды Гамбит. И еще третьего. Видят, что третьего пока что нет. То есть поняли, что два, значит, ретейк тогда в три лица. Значит, три человека стояло на Б. Скорее всего, думает команда Гамбит. И начинают защиту своего пакета от трех ретейкеров из команды Акумы. Так, ну, шестой для Гамбит. Шестой раунд ребята должны забирать за собой. На фане. В целом, может, даже попробуют здесь закрыть девайсы. Так, на фане. Выехал на фане. И перестрелял Сайка. Здесь вроде как заметил его первый именно как раз-таки топ-2 мира. По фейсту. Но не получилось. Сенсей закрывает Коббита. Джеки закрывают на фане. Но главным, конечно, здесь ключом это Сенсей, который с снайперской винтовкой все-таки будет уносить ее на сейв. 6-1 после первого раунда выиграна Атакума, ответный для Гамбит. Далеко не разбредешься. Не забывайте, дорогие друзья, про 9200 долларов, между прочим, иллюзорных от паримач. И заходите на pmb.gg.rmr для того, чтобы угадывать финалы РМР-турниров. И если вы сделаете это правильно, то можно там немножко откусить от этого призового фонда. Восьмой раунд. Первая половина карты до Уверпасса на ваших экранах. Акума на дозакупе далее. То есть денег, в принципе, хватает. Это WVP Сенсей и Дэмк. Это интересно. И ранние тайминги команды Гамбиты Спортс мы смотрим. Ух ты, какая хаёшка прямо под Нафани. Ровно ему под ноги. Джеки. Откидывает туда еще гранаты. Ну вот статап из двух снайперских винтовок. Сейчас мы с вами увидим. Давайте глядеть. Дэмк вместе с Сенсей. По дефолту как раз-таки именно эти два снайпера. Главный и Дэмк на подсейве своего оппонента. Джеки закрывает Акселя. Пять в четыре. Прилетает Хаешка. Прилетает Молик. Очень много гранат. Джеки подгорает. 30 МКП. Еще один Молик. Но там уже смог лежит. Джеки на бочках. Здесь закрывает еще и Хоббит. Это хорошо. Пять в три ситуации. Сайка закрывает еще и Нафани. Интерс вместе с Широ. Остаются последние против пятерых игроков команды. Акума. Широ. Ну, скопом по Джеки. Два в четыре. Широ все-таки держит марку. Десинтерс. Погибает Асайку. И последний Широ остается. Один в четыре. Будет очень тяжело играть. Забирает оппонента. Отходит аккуратно назад. Прикрывает нижнюю сейчас туловище. На Б плато. Справа будут сходить. Широ. Забирает еще одного с девятка. Читает девятку Широ. Широ. Еще понимает то, что возможно это будет. Думает о том, что его могут зажать еще и сзади. Думал о граффити. Думал о девятке. На самом деле две позиции вообще потенциально угаданные. Но здесь еще клочировать, а это уже тяжелее. 8 хп, конечно, сложновато. Но примерно понимает. Там вопрос знаешь какой? Есть информация по поводу хп. Потому что там два айбика. Есть хп. Есть информация по хп, потому что там слева игрок на пистолете, справа игрок на пистолете. Это самое главное. И это самое важное. Что есть информация по здоровью. И сейчас будут именно с спами отыгрывать. Надо ставить бомбу. 15 секунд. 14 секунд. Надо ставить бомбу. Выбора нет. Забирает граффити. Ставит пакет. Это не фейк. Ставит пакет. От смены анимации он будет погибать. У Широ нету шансов. Здесь Широ! Все-таки, господи, он его забрал, но второго не забрал. Какой ты дикий, просто какой ты дикий, Широ. Но здесь у тебя все-таки не получится. Да, Дэмк на всякий случай отошел, чтобы там не сгореть в разъяренном молике. Но нормально. Все хорошо. Второй раунд ребята из команды Акума себе закрывают. Что становится 6-2. Сложно. Прям вот выдирают по одному. Здесь Широ действительно хорош. И ноу-скопят. Кстати... Вот этот килл божественный. У него больше фрагов за этот раунд ноу-скопами, нежели... Нет, ладно, столько же. Нет, ладно, вру. И на самом деле, то, как Широ потенциально прочитал ситуацию из того, как мы видели, как он думает. То есть было видно визуально, как он думает. Просто невероятный игрок. Game Sense вообще запредельного просто уровня. Гамбит топ-1 команда. Не просто так вообще. Абсолютно. Абсолютно. И это мы видим прямо здесь и прямо сейчас в наших экранах. Сергис откидывает флешку вверх, пушит. Вот то, что мы видели, кстати, от него на оверпассе против команды OneWin. Это вот эти вот пуши. Обожают. Команда Акума пытается использовать горизонтальную ширину. На оверпассе почти что только она есть. Горизонтальную ширину карты до оверпасса. То есть поджимы. В тему реально Джеки еще Аксель забирает это на B. Атака на B от команды Габид что ли? Вас здесь читают. Ой-ой-ой. Джеки М закрывает еще Интер за Широ на размене. 2 в 4 опять. Опять 2 в 4. Опять Широ остается. Ну и вот вопрос, что будет далее. Так, Хоббит попадает по Сергизу. Там также на размене. Но здесь просто закрывают Хоббита смаком и ничего не сделают. Никак не придумают эту ситуацию. Широ и Хоббит остались вдвоем. Акума начинают собирать. Менталочку. Пока этот раунд кончается, стоит объяснить, о чем я вообще говорю. Есть три основных кита в любом компетитиве. Те кита, на которых земля, естественно, стоит. А киты стоят на черепахе, как вы помните. Или наоборот. Ну, не важно. В общем, прачи-то там перечитать надо и вспомнить. Так вот. Тресновных кита в любом компетитиве. Контра-страйки, не контра-страйки. Пять на пять. Один на один. Дота, два. Старкрафт. Чего угодно. Это... Майнкрафт. Ну, допустим, да. Майнкрафт. В том числе компетитив Майнкрафт, дорогие друзья. Черт возьми. Я отстал от жизни. Так вот. Я мысль так и не докончил. Это ментальная составляющая, психологическая. Это интеллектуальная составляющая. Мозги. Раунды там, бла-бла, все дела. И это механическая, физическая составляющая, соответственно. Акума физически в механике игры безумно хороши. То есть стреляют они просто вообще вот так вот. Прямо в щечело, так сказать, дают. И это прямо очень больно. Раунды интеллектуальные, да больше быстрые. То есть вот стиль у них такой. Просто и поехали прямо сходу. Многим командам, многие команды даже не поняли, что произошло. Они уже проиграли против Акума тогда. И психологическое состояние металлочка. Сейчас я вижу, что Акумы пытаются восстановить третий параметр. Для того, чтобы тащить против команды Гамбит. Так. Ну что ж. 6-3, друзья. 6 раундов за атаку Гамбит взяли. В целом ребята чувствуют себя, наверное, достаточно уверенно сейчас и хорошо. Но вот Акуме нужно, конечно, забирать как можно больше раундов на первой половине. Опять же вопрос, что у них в атаке. Опять же вопрос, насколько она хорошо сейчас будет против конкретной команды Гамбит выступать. Но есть такое подозрение, что будет непросто. И будет действительно сложновато. Дэмк со снайперской винтовкой по-прежнему два авика. Именно такой сетап в данном раунде. Ребята из команды Акумы решили предпринять на фане. А вот сейчас, кстати, авик может закрыться. Потому что не читается на фане здесь. Широко стоит команда Акума. Ну это фраг по снайперу. Может быть. Давай посмотрим. Отлетит здесь. Ооо! Успел! Дэмк успел по Интерзу. Вот это да. 4 в 4. Ну вместе ребята выходили из команды Гамбит. Абсолютно верное решение в целом. Но не ожидали снайпера. И здесь, конечно, повезло в каком-то плане Акумы. Потому что снайпер должен был. Стоять! Стоять! Ой, промах какой обидный. Или Сенсей специально стоял для того, чтобы на офтайминге на фанею поймать. То есть Молли кидается под снайпера, который там должен убегать. А Сенсей специально стоял, чтобы не убегать. Но не получилось по выстрелу. За дефолтом находится 11 игроков команды Акумы. Это Сергей Сергееву будет безумно тяжело здесь. Но флешка прилетает. И Сергейс под него пытается работать. Флешка отширает. Это вообще флешка команды Габиты Спортс. Вы сами похоронили себе атаку на Аплент. Так. 25 секунд. Сергейс откидывает флешку. Где бомба? Бомба у Шира. А здесь Аксель. Аксель. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Аксель одного. Нет, Аксель. Аксель ждет. Нет, Аксель не ждет. Аксель хедшотит. Джеки откидывает смок. 10 секунд. Шира еще и Сергейс. Ты вдомывайся вообще. Он несет бомбу. Они еще даже без бомбы этот раунд. Это да, иллюминающий раунд. Он несет бомбу 9 секунд. Он вообще как-то там игрока на девятке убивает. Как это происходит? Он в одной руке бомбу держит в другой авик? Или как это так? Сергейс? Да, хорош. Очень круто принял Аплент. Но команда Гамбит в 2 в 3 все равно выиграла. Это называется мультитаскинг. В современных компетитив проплей играх об этом термине на самом деле забыли. Но в свое время в основных компетитив проплей играх без мультитаскинга... Без мультитаскинга, господи, какое сложное слово. Ты не вывозил. Потому что там были дисциплины 1 на 1 в основном. И нужно было думать обо всем. Собственно, игрок команды Гамбит именно таков. Он умеет это делать и может это делать. Поэтому тащит. И с бомбой, и клатч, и что хочешь вообще. Без денег раунд от команды Акума. На восьмой выход от команды Гамбит скорее всего здесь. Под эмку от демка попытается сыграть, но будет безумно тяжело. Так и есть. Так и есть. Минута 24. И давайте смотреть, что далее. Придумают, ребятки, из команды Акума. Ой, сложновато. Очень и очень сложновато. Вообще в целом здесь Акуме, конечно, на оверпассе. Защиту потенциально восьмой Гамбит, наверное, должны закрывать. Против одного девайса от демка и четырех пистолетов. Ну и в целом выглядит как достаточно хорошая история победная для ребят из Гамбит. Ну, на фане вместе с тиммейтами через лонг. Там три игрока как раз-таки находятся, а здесь четыре игрока на пленте. А я не уверен, что победная ситуация для команды Гамбит, если только бомба не перетянется под эндерпасс. Но ей еще надо пройти миддл, а в мидле Сенсей, например. Вот это сейчас кунг-фу будет. Как говорится, будь как вода. Жаль, как вода не получается. Демк. Первое. Так. Так, надо отойти или широко? Широко все-таки второго забирает. Сергис забирает еще одного, еще одного забирает Сергис. Это засада от команды Акума. Она работает на сто сорок шесть процентов. Так, на фане. На фане. Байтит, байтит, забайтил все-таки. Узнал о снайпере. На фане решил немножко обойти. Здесь отлететь от Сайка. Четвертый раунд. Акума будет выигрывать с одним засейвленным девайсом. Вот это подарочек в целом от команды Гамбит. Ну и хорошая игра в любом случае от Акума. Действительно, Демк максимум реализовал истории вместе с Сергисом своими девайсами. Застакались на планете ребята из команды Акума. И здесь Гамбит попали в засаду. Хороший раунд. Реально очень нужный команде Акума. Можно тащить потому, что Гамбит последние деньги. Это форс. На последние деньги тяжелые пистики. Подкалашат на фане и два Мактена. Хоббит Интерс. Это очень интересно. Сказал бы я, если бы я был на англокасте. Но я не на англокасте. Поэтому ты так и сказал. Поэтому я так и сказал. Действительно. Потенциальная атака на бет команды Гамбит и Спортс, я полагаю. На фане. Ну, в общем, да. Похоже, быстрое что-то. Два Мактена и хорошая флешка. Джеки. Джеки в блайде. На фане закрывает Сергиза. Джеки открывается по Интерсу. Но Джеки теперь есть информация о нем. Может спасти его игрок на болоте. Да и кому нужен игрок на болоте? Есть Джеки, который сам справляется одного, одного, третьего. Все-таки на размене по Широ. Но здесь нужно аккуратно отыграть все равно против двух игроков команды Гамбит. Потому что здесь Сайка, который... Ой, тяжело! Я переставлял. Все право и выше полетело. Широ с Хоббитом остается вдвоем. Есть шанс для них. Широ поднимает девайсы. Поэтому на анимации его ловят. И еще Хоббит там уже погибает. Потому что был рядом Широ. Пятый раунд за командой Акума. 5-7. И это же был форс от команды Гамбит. Значит, что? Значит, до двух кабай... Ну, вообще можно на эко считать, на самом деле. То есть до двух кабай на эко, короче говоря. Для атаки. Слушай, Акума тут пободаться может. Угу. Ну, ладно. Давай не забывать про... То, что ребята на защите играют. И большой вопрос, что там будет на атаке. Но в любом случае улыбочка появляется у игроков команды. Акума это не может не радовать. В целом, потому что, ну, лица были настолько даже несерьезные. Здесь дело не в серьезности, друзья. Здесь дело вот в той самой истории, что зеркало души. Это как раз-таки глаза. И глаза были максимально подавлены в начале всего этого после первой карты. Ну, а сейчас вроде разошлись. Сейчас вроде немножко повеселее. Если можно об этом сказать. Ну, и команда Акума, возможно, даже нашла себя на оверпасе. Едем дальше. Экономический раунд под скаут от команды Gambit Esports. Тяжелые пистолеты есть в ходу. Так есть у Хоббита. Хоббит на орехи получил. Ну, немножечко жить можно. На лонг выходит команда Gambit. Плюс туалеты. Нолик это на фане. По 250, значит, в руках у него. А вот этот, Сергейс, мне интересен. А ну. Потому что на фане не выйдет здесь. Это радар аудиовизуальный. Вот этот парень. Оп. Ну, и Сергейс все-таки принимает на фане здесь. А дальше? Нужно отойти, скорее всего. Так. Ну, да. Будет отход. Здесь Сергейса пытаются прострелить. Никак. И ничего. Да даже если был прострел нелетальный. Все нормально. Хотя если два прострела было в голову, то да. Это уже не очень приятно в целом. Ну, ладно. Не суть. Демк. Откидывает смачок на шорт и отходит. Сейчас болит с его позиции. Сергейс 5 хп. По нему попал, по всей видимости, широ. А Сенсей попал поширо. Но уже с авика. И это достаточно уверенно фраг для них. 12 секунд. Ну, раунд за Аккумы, по всей видимости. Хобби. Такси Линтерс. Интерс рвается на Б. Решетку не забирать. Не получается. Джеки забирает Интерса. Но 5 человек. Да, у команды Аккумы в ходу. Но начинают. Хорошо. Джеки, да, забрал одного. А, кстати, то есть граната была заранее кинута. Она сколько-то времени летит. Забрал. Граната первая взорвалась, получается, по киллфиду. Потом забрал пулями второго. Нормально, нормально. Читает прям. Читает здесь ситуэйшн. 5.4 коэффициента от наших коллег от приматча на Аккуму. Но победителя на карте все еще такой каф. На комбит 1.13 от приматча. Ну, это, конечно, проигрывает. Конечно, такой же. 6-7. Счет близкий. Не забывайте про двойные бонусы депозиты, дорогие друзья. Банят под трансляцией. Расскажут вам об этом подробнее. Так и есть, друзья. Продолжаем смотреть. Продолжаем все это дело контролировать. Демк на снайперской винтовке вместе с СНСМ будет отыгрывать в 2. Опять же, снайперские винтовки в этом раунде. СНСМ запушил лонг. И, кстати, интересно очень, потому что потенциально это должен быть фраг. Но потенциально никто туда не выйдет без флешки. Топ-1 мира туда не выйдет без флешки. Гамбит. Ой, я забираю свои слова назад. Топ-1 мира выйдет туда без флешки. СНСМ не убежит. Не убежит. Не убежит. Не убежит. Не убежал. Не убежал. Демк. Это две позиции около фланта. Выход с интерпассов на туалет. Выход на лонг. Хоббит треть. А где демк он зашел? А, стоп. Вот здесь. Вот эта позиция. Прямо на экране. Выход с интерпассов опять же. А снсайп на лонге умер. Лады. Три на четыре. В меньшинстве команда. Хотя не, бомба на лонг идет. Сайка. Сайка. Отлетает Сайка. Аксель. А перетяг. Точно легко. Ну, Сергей здесь... Если поймает бомбера. Если поймает... О, один хп у Шира. Бомбер здесь. Ну, ладно. Тут один Джеки против всех. Но Джеки хороший стрелок. Джеки окружили. Закрыть и смотреть. Ой, один хп у Джеки прострелом. Ты же посмотри. Шира. Шира. Это просто тяжелая артиллерия. На выходе Джеки просто еле живет, еле дышит. Джеки, Джеки. Его будут забирать все-таки. Это восьмой раунд за командой Гамбит. Джеки, Джеки. 8-6. Да, это первая все-таки половина за Гамбитами. Победа в этом достаточно уверенном, скажем так, раунде. И последний мы с вами будем смотреть. Будь то 9-6, будь то 8-7. Достаточно близкая половина. И, в общем-то, будем... Все равно, наверное, говорить Акуме. Молодцы. Потому что первая половина достаточно непровальная. Опять же, все можно тащить. Можно выигрывать. Конечно, сложно. О чем речь? Естественно, сложно. Но вспомним Мираж. Вспомним, что там было 5 раундов всего за карту. Здесь уже 6 раундов только за первую половину. Ранние тайминги андерпасса от команды Гамбит занимают эту часть карты. Ранние тайминги катушки от команды Гамбит занимают эту часть карты. Застакались на пункте команды Акума в полупассивном режиме. То есть антирашевая Б была по позиционке от команды Акума. И переместились после ранних таймингов на А2 человека. Соответственно, пока это все, что произошло. Хоббит открывается здесь широ, закрывая демка. Снайперская винтовка закрыла своего оппонента, кстати, тоже на авике, насколько мы видим. И Джеки подбирает снайперскую винтовку, а вот Джеки не ошибается и закрывает Хоббита. Здесь такое просто не ожидали. Увидеть, что Джеки будет подбирать авик и играть именно с ним. Сергис. Сенсей закрывает на фане. Сергис не пошел. Не пошло, да-да-да. И Сенсей. Сенсей на карте. Это лонг. Опа! Промах. Так, и теперь открываться, скорее всего, нельзя. Флешку под себя. Не совсем она получится. Пушит лонг. Это просто это уфтайминговый лонг от Сенсей. Он просто в упоре здесь будет. Но интерес принимает Сенсей моментально. Два человека в активе у Камадакума. Пытаются перетягиваться пока что под последнюю инфу, которая была. Это пятерка, которая идет на этой Джеки. Аксель. Аксель. Но закрывает он Джеки, Сайка. Последний из коннектора. Бомба не торопится. Но это последний раунд. Сайка пойдет изо всех сил как бы до конца у него. Его окружают. Там со спины уже с туалетов должны закрывать. Или лонг закроет. О-о-о-о. По стрельбе прям не получается. И все, уже почти выбор нет. Будет отлетать, скорее всего, от Шира. Будет отлетать, друзья. Девять раундов от команды Gambit Esports. На первой половине на атаке карты до Эверпасс. Ох. Ну, сложновато, конечно, здесь Акуме. Но ребята в любом случае борются. Ребята показывают хороший контр-страйк. Но, опять же, друзья. Сказка не закончилась. Это мы все прекрасно понимаем. Даже если Gambit сейчас закроет своих оппонентов 2-0. Потому что завтра будет матч. Завтра будет матч за выход в гранд-финал. Так или иначе. Против команды Virtus.pro в случае поражения Акумы. А мы помним, что с Мишками ребята играли. Играли совсем недавно. И выигрывали их. Достаточно с хорошим уверенным счетом. Поэтому все шансы, разумеется, у Акумы есть сделать реванш. Но тут конкретно против Gambit сложно. Мы помним групповой этап, где тоже Акума встречалась с командой Gambit. Там было очень близко на Мираже. И в целом, да, тоже были попытки своих оппонентов обыграть. Но там тоже было 2-0 все-таки за топ-1 мира. Gambit и хороши. Как ни крути, они сейчас на уровне очень серьезном. Не только в мире, но в СНГ-регионе. Ну или наоборот. Не, ну просто в мире в том числе. Потому что, ну, топ-1 мира. Потому что СНГ-топ-1 мира. СНГ входит в мир, собственно. Вторая пистолетка, друзья, на экранах. Потому что Марса мы пока не покорили. Может, Илон Маск как-нибудь это сообразить? Что-то там за последние, ну, в смысле, за следующие 15 лет. А то я уже пень старый, а хочется колонизацию Марса это посмотреть. По поводу пистолетки. Выход с интерпасса на туалеты. Миддл, аплэнд от команды Акума. Три человека. Важный момент, да? То есть и два еще замыкающие. Широко играют атаку на пистолетке Акума. Это интересно. Они друг друга прикрывают. Так, ну, Хоббит. Сьюспом. Здесь в туалете. Закрывает Сайка. Хоббит закрывает Дэмка. Хоббит. Ой-ой-ой. Аксель-аксель. Закрывает Сергиза. Хоббит прячется. Хоббит убивает все СНС. Ну, пистолетка за командой Гамбит уходит. В принципе, Хоббит здесь очень хорошую стрельбу показывает. По своим оппонентам без шансов вообще. Абсолютно Джеки последний. Есть один фраг, но там все вместе с Широ убивают еще и Джеки. 10-6, друзья. Десятый для Гамбит. Жестко, жестко здесь получается, конечно. Да, пистолетка сильная. Но старались Акумы, опять же, широко ходить на пистолетке. То есть, как знаете, такая ниточка, связь между друг другом. То есть, недалеко друг от друга, но при этом чуть-чуть позади и чуть-чуть впереди, чтобы смотреть, опять же, тылы. И, как говорится, на 12 от себя вперед. То есть, 6 на 6 и на 12. Не получилось против команды Гамбит. Нет, не буква «Ф». А-а, экономически от команды Акума. Да, потенциальный одиннадцатый. Здесь для Гамбит. Должны они здесь выходить как раз-таки на счет 11-6. Ну, а там уже будем смотреть первый девайс на раунд в рамках второй половины. Возможно, Акумы его как раз-таки и попробуют закрыть. Но вопрос. Как конкретно Акума будут играть против команды Гамбит за атаку на оверпассе? Мы, наверное, не видели очень много от них. Действительно, оверпассов не можем за всем этим делом очень уверенно наблюдать и говорить точно, что будет. Но вот тут Широ с МПшки ждет лонг. Флэшка хорошая, но не по Сэнсэю. Сэнсэй не перестреливает Широ здесь. И это при этом экономически. Я просто еще раз напомню, слушайте. Ну, зергачом бы задавить, конечно, команду Акума. Ну, мясо по-нашему, по-модному, по-трендовому. Про зергов, наверное, никто ничего не помнит уже. Эх, было время. В свое время. Прокси-пилон от протасов. Эх, хорошо-то как было. На фане. На туалетах. На фане. Может похоронить двоих-треих здесь на фане с этим девайсом. На фане первый. А не будет сзади читать. Не будет сзади. Вы должны забирать. О, последним патроном в голову. По демку. Сергис вместе с Сэнсэем остается последний. И, по всей видимости, ну, в общем-то, здесь ребята из команды Комбит все-таки сейчас достаточно уверенно будут закрывать один стран для себя. Бомба выпала. 20 секунд. А как насчет вообще убежать и не стреляться? Чтобы не убивать своих оппонентов. И они как бы остались с глоками и с пистолетами, с МПшками на две тысячи. Сергис. Ну, нет. Будет открываться. Отлетать все-таки решение такое не предприняли. Ребята, на одиннадцатый раунд за Гамбит. А вот теперь закуп. Получается, да. Теперь закуп. Вот получилось у левого товарища. Это кто там был? Дэмк. Дэмк. Чуть-чуть резвее надо было здесь реагировать. Вот прям, вот в клик прям вот так. Пам. И чтобы вот получилось. Но что-то там помедлило. Немножко не вышло. По поводу Бая. От команды Акума. Пять калашей. Да, гранаты есть. Но так. Полуэкономический девайс, я так назову. То есть не у всех есть прям все, что нужно для жизни. Но пойдет. Так, ну что ж, Джеки с Калашом. Да, Дэмк закрывает на фане. Хорошее начало. Пять четыре. Большинство. Ну и вот уже раздобыли ребята преимущество. Смог откидывается. В близких позиций находится как раз таки Интерс с Фамасом. Джеки. Ну и на А плент или на Б плент. Вот в чем вопрос. Пойдут ребята. Такое ощущение, что на. А вот тут есть поджим. Поджим с Фамасом у нас от игрока Акселя. Флешка. Там по всей видимости Широ. Да, слепой. Немножко отходит. Акселя здесь могут не читать по такому таймингу в такой позиции. Вообще в целом просто его не читать. Здесь могут. Флешка хорошо. Отворачивается Джеки. Там вроде как не был в блайнде. Аксель, 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 Аксель. А, отпускают страшно Аккуме. Я остался. Ай-яй-яй. Ай-яй Аккума. Вот они часто выходят на плюс-вей здесь. А сейчас против Гамбит страшно так делать. Гамбит их ловили на первой карте на этих приколах. Сеть должен видеть Аксель. Кусок смокала. И уйдет. Ты посмотри, какой наглый, а. И еще Хаешку. На тебе просто сладкую картошку. Привет. Но не съел сладкую картошку игрок Аксель. Аксель, да не хочешь на то выходить. Ой, просто как ты монтишь, родной. Сергей все-таки забирает. Будет участвовать с Липпеном Аксель. Интерс на размене по сетгу из-за работы. Сенсей и Сайко вдвоем около туалетов находятся. У них есть 30 секунд. И двойка пока что сдает назад. Но Сайко все-таки идет вперед. Это будет Аплэнд. Да, да. Здесь Сенсей вместе с Сайко последние 20 секунд. Широ просматривает Савик. Там гранат нет. Это насухо. Просто достаточно уверенный выход. И должны. Широ видит тень. Закрывает Сайко. Сенсей остается последний. Против трех игроков. 9 секунд. Может на сейфу идти. Может быть все-таки унести коллаж с Армором. Поддержит Сайко и Аплэнд. 12 раунд для команды Гамби, друзья. И потенциально 13-й. Потому что денег там нет. Закоп до 2000. Приматч дарит 9200 долларов знатокам CSGO. Заходите на сайт pmb.gg.armar. Участвуйте. Угадывайте финалы Армар турниров. И получайте неиллюзорные вечно зеленые денежки. Четвертый раунд у нас в ходу на второй половине. Акума без денег. Это эко для них. В 6-12 счет Гамбит ведут. Ну что ж. Потенциально 13-й. Да. И тут ребята будут просто находиться в трех раундах от победы. И выхода в гранд-финал на самом-то деле. Который завтра будет состояться, друзья. В 8 часов по Москве. Не забывайте про это. Завтра вообще очень классный день. Планируют об этом тоже наши ребята из студии. Аналитики, я думаю, расскажут еще, что нас завтра ожидает. Потому что матчи классные. Матчи интересные. Матчи здоровские. Но пока 13-6. И 13-й раунд Гамбит себе берут. Ну и возможно один из последних бай-раундов. Потенциально очень уверенных в целом. Статистику Хоббит нам показывают. За последние три месяца. Хороший рейд хэдшотов. Ну в целом, да. В общем целом 48%. Довольно приятно опять же. То есть около половины. Чуть ниже, но около половины. Вполне себе. Очень даже. Так. Реально один из возможно последних бай-раундов. Сенсей на АВП. Все остальные есть на калашах. Молик есть. Кстати говоря, Ливерпасса супер важная тема для атаки. Все нормально. Ранние тайминги. А, Молик. Защита. Не пройдешь ты, Дэмк. Не пройдешь. Так, Дэмк на смаке. Откидывает. Вкидывает его как раз таки на коннектор. Ну и пока без каких-либо жестких действий. Вот, ребят, из команды Акума. Поджимов нет, а скорее Гамбит поджимают. Хоббит занимает очень, очень агрессивную позицию. И, возможно, сейчас закроет своего оппонента, который, да, будет отлетать. Дэмк здесь уже отлетает 5-4. Большинство для команды Гамбит. Хоббит пошел дальше, но Джеки на размене. И 4-4. Информация есть, гранаты кончаются у Акума. Восьмерка, шестерка. Аксель, Аксель погибает. Восьмерка получается, да? А, шестерка, прошу прощения, Шира. У нас на карте это, я имею в виду, оверпассный банан. Туалет, то бишь, соответственно, единственный человек это снайпер. Снайперу одному неудобно работать, под него должен бы играть на фане. Но на фане глубоко на планте пока что. То есть Шира сам в себе. Сам в себе режиссер. Сейчас здесь лонг пушит ребята из команды Акума. Шира все еще не сдает туалета. Будет находиться на этой позиции настолько долго, насколько будет позволено. И пока будет позволено. Шира. Ну, вот Шира здесь. Вопрос к пятому игроку. Вот как тут отыграет пятый игрок? Зайдет ли он через туалет? Потому что если нет, то Шира хоронит это все. Бомба. Заметили здесь Шира. Ай-яй-яй-яй. Ну, и это сейф уже. Хотя, если бы... На фане вышли погиб. Интерс последний, да, это сейф для него. Там денег очень много. Седьмой раунд для команды Акума получается. Только одного демока потеряли для... Еле-еле кое-как. Экономики... Экономики террористов. Есть... Я вспомнил сейчас просто к слову. Игра замечательная. Есть космический симулятор. Элита она называется. Так. Наследие элиты типа с 83-го года длится. Ну, и последняя версия там трехмерная. Типа летаешь в космосе, дела Млечный Путь, вся галактика. И там на русский язык один из рангов в торговых был переведен как полунищий. Так вот, экономику Акума-Акума, просто отсылку сейчас сделаю. Полунищая сейчас. Но благодаря тому, что взяли раунд и потеряли только одного демка, она сравнивается. Если бы потеряли больше игроков, то это была бы беда. А так для атаки, ну, пойдет. С другой стороны, камбэк этим далеко. Вот это ты отсылочку сейчас сделал. К игре 83-го года, Евгений. Не-не, новая версия, она посвежее, конечно. Ну, вот так вот, господа. Ну, наследных игровых проектов много, да? Контра-страйку лет 20, там, допустим, плюс там всяким вот этим элитам и так далее. Или 35, господи боже, просто и так далее. Много всего хорошего в мире там есть. А есть ли в этом раунде для Акума что-то хорошее? Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, что придумают ребята. Там демк, ой, демк, неприятно получает. Здесь 39 хп, пока дошел до шарта, уже желание-то на самом деле пропало дальше идти. Также Сергис пострадал 78 хп, у него хэшка откидывается ни по кому. Абсолютно там нет игрока на подсадке. Джеки занимает коннектор, но ребята никуда не торопятся. Опять медленный раунд. Аккуратно Атакумы. Я вижу Сергиса, который киндершпилеплац фонтан проходит еле-еле кое-как в этом тайминге. То есть супер вообще, как по минному полю, супер аккуратно. А у Сайка взрывает Интерзен, а Б-плато Интерзен стоял на решетке, погиб. Хоббит не сработал почему-то, не ожидал, наверное, не успел Хоббит, не сработал по позиции монстра. Решетку просто обычно стоит всегда прикрывать, потому что, ну, она такая позиция. Ты монстра видишь насквозь, но ты там погибаешь, потому что ты широко стоишь. Потирались Гамбиты здесь. Ну, ладно, пока что 4 в 5, конечно, не очень приятно, но в целом ничего страшного для команды Гамбит. Два игрока находятся на Апленте, два игрока повседневно на Б-пленте. Да, один на хэлпе, другой на бочках, ну, рядом там стоит. И выход на Б. Гамбиты будет готовиться у ребят с командой из Акума. Джеки ждал в коннекторе, по-прежнему ждет коннектор. Ну, а на Фанни вместе с Хоббитом будут принимать Аплент. Хоббит уходит отсюда, но зачекал всю информацию, дает, опять же, информацию, то, что это выход на Абпленте. Здесь самое интересное, что времени не так уж и много, то у команды Акума. Ой, да вообще мало, 10 секунд у них остается. Ой-ой-ой, как все плохо, как же вы так медленно все делаете. 7 секунд на Фанни, на Фанни, на Фанни, вскрывает, не вскрывает, не получается. 5 секунд не ставит бомба, 4 секунды, 3 секунды ставится бомба, ставится бомба, ставится бомба, ставится бомба, но Сайха будет погибать. Потому что у него просто не было выбора. 14 раунд для ребят из команды Гамбит. Это 14-7. Эдукратное преимущество. Ну и, в общем-то, 2 раунда до победы в рамках этого матча. Я хочу сказать, что пока все достаточно уверенно и легко. И, в целом, Гамбит выглядит как очень сильный фаворит на данный момент на победу в рамках Эпик Лиги. Потому что прямо сейчас ребята выходят в финал, где у них потенциально будет один из двух соперников. Это либо Акума как раз таки, либо ребята из команды Virtus.pro. И, в целом, звучит как достаточно хороший и уверенный гранд-финал для этих ребят. Но не будем далеко загадывать. Против Гамбита очень сложно им по мапулу играть. Тем более в рамках Бастуфай в серии. Это мы все прекрасно понимаем. Так, 7-14. Ну, на шкребли по сусекам на нового Колобка. Команда Акума здесь. АВП у СНС есть, 4 калаша есть. Гранаты есть, молики для атаки есть. Очень важная история для, соответственно, атаки на оверпассе без моликов реально тяжело. Можно, конечно, но я, например, не знаю, как реально тяжело. Шира. Так, Шира. На своей позиции, как обычные туалеты. Гамбит на ранних таймингах побоялись за бетом. Аж 3 человека стояло. Но может это перенести цена чуть позже. Ух ты. Вантапчик такой интересный хэдшот прилетел. Флешка. Шира отворачивается. Савика уходит немного в дальнюю позицию. 56 секунд на таймере. Шира просто... Ух ты. Нет, не просто. Сергис достаточно просто закрывает своего оппонента хэдшотом. И 4 в 4. Но опять же, здесь время. 46 секунд. Бомба очень далеко на киндершпиль плац находится. И здесь ребятам нужно определенно поторапливаться. Иначе будет такая картина, что была с прошлым раундом. Просто по времени ошибка. И заметил Хоббит. Демка и закрывает его. Это выход на плензе 3 игрока. Добрый вечер. Я диспетчер. Сергис пытается со своими товарищами что-то сделать интересное. Сергис, Сергис, Сергис. Тайминги, тайминги. Очень сложные тайминги закрывает Сенсея. Сергис самый важный игрок. Но никак не получается. Душит, душит Гамбит. Команду Акума. Душит команду Акума. Сайка погибает. Пятнадцатый раунд для команды Гамбита. Испортс, дорогие друзья. Последний вай еле-еле на шкрепсти. 4200. Кстати, для Т-сайда нормально. 4500. Вот гранаты будут кое-как туда-сюда. Вторые арморы будут. Только калаши, потому что вариантов больше нет. 8 матч-поинтов, господа. 8 шансов взять и закрыть своих оппонентов. Отправить Акуму на Virtus.pro. Ну, а самим ждать 8 вечера завтрашнего дня. Ну, и, соответственно, играть гранд-финал с одним из победителей следующего матча. Который будет как раз-таки завтра первым. Давайте смотреть. Давайте глядеть, что у нас с вами будет. Насколько я понимаю, там, раз у нас такая сетка, и это Grand Final, там игроки, которые выходят снизу, берут себе... Ну, то есть, Гамбиты сейчас должны, по идее, в гранд-финале быть с 1-0. Могу ошибаться. Может быть, нет. Это завтра посмотрим, что к чему. Но, в любом случае, Гамбиты, друзья, идут заканчивать все вопросы. Есть уже фраг по демку. Аксель... Нет, не закрывает Сенсей. Все-таки убивает Акселя 4 в 4. Сенсей борется до конца здесь вместе со своей командой. Сергей, Сенсей, Сайку и Джеки остаются в четвером. Сенсей, Джеки очень сильно биты. Все живые команды Гамбиты Спортс. Атака, может быть, будет проведена на А. Но, если, может быть, на Б вы не пойдете, да, то есть, чисто копьем на Аплент. Соответственно, будете играть против Шира. Шира, как снайпер, вообще безумный просто игрок, на самом деле. И там еще Нафани сзади может поджать. Это все для Акумы может закончиться в клещах. Это все для Акумы может закончиться в ближайшие 12 секунд. Так, ну, Нафани, Нафани. Нафани не будет стрелять с самого начала. Нафани отлетит с самого начала. Нафани, но 30 секунд у команды Акумы. Шира, Шира не стреляет, Шира не уйдет. А Шира не уйдет. Действительно, это сейф от команды Гамбиты. В этом раунде должен быть и закуп в следующем. Восьмой раунд, один матч-поинт. Акума отыгрывает. Отыграл, да. Но тяжело, конечно. Тяжело, тяжело, тяжело. ДМ9 на 17 пока что катает. Сложно. Сложно собраться здесь. Ну, 22 на 11 Шира. Шира очень хорош в этой карте. Хоббит очень хорош в этой карте. Просто, к слову, заноза в одном месте для команды Акумы на обоих картах. Хоббит душит просто как может молодых, на самом деле. Именно чисто по мозгам, чисто по позиционке. Нэ. Нэ просто. Сейчас, смотри. Нэ. Не, все-таки вот Хоббит про него все сказал. Ну, Шира там, интерст, прошу прощения, погиб. Но Хоббит сделал здесь все, что мог. Восьмой. Повторим еще раз для команды Акумы. Так. Хоббит дроп Шира. Шира дроп Акселю. Или на фане. Интерсбай на фане. Диггл. Ну, кстати, почти. Но даже хватило на фамасики. Фамасики есть, да, как самые дешевые райфла для КТ стороны. Она капризная, она не такая сильная. Параметр ТТК ниже, чем у М4. В 350 тысяч раз ниже, чем, возможно, поменьше. Чем у АК, соответственно. Ну, а с этим можно работать. Добавились на все деньги команды Гамбит и Спортс. Очередной матчпоинт для Гамбит. Очередной шанс закрыть здесь все и вся в данный момент. И будем смотреть, что придумывают ребята из команды Акума. Сложновато, конечно, каждый раунд здесь быть. Ой-ой-ой, хорошо. Взрывает хаешка Хобби, закрывает ДМК. Сергей с 17 кп его закрывает. Хобби! Джеки! Закрывает достаточно уверенно. Аксель убивает Сергея за тем временем. Сенсей вместе с Сайкой остается последним против 4-х игроков. Команда Гамбит. Есть подозрения, друзья, что на этом раунде все и закончится у нас прямо здесь. И прямо сейчас Сенсей вместе с Сайкой против 4-х игроков команды Гамбит. Да, есть минута времени. Да, есть бомба на руках. Да, есть какие-то гранаты. Но, во-первых, очень сложно будет пройти Акселя, который сейчас просто на своей позиции ждет. Никуда не выходит. И, кстати, топнул игрок. Погибает предпоследний игрок Команда Акума. Последний игрок Команда Акума. 8-16. Счет заканчивается так. Гамбит берут эту серию со счетом 2-0 слипчик. Кореги, для вас комментировали эту серию. Спасибо большое, дорогие друзья, что слушали. Есть что добавить? Я думаю, что ребята из Акума молодцы. В любом случае, как ни крути. А насколько молодцы и насколько не очень, студия аналитики, ребята, ваше слово. Спасибо большое нашим комментаторам. Действительно, команда Акума смогла позволить себе, или команда Гамбит позволила им взять только 13 раундов за эту Best of 3 серию. Но ребята, в любом случае, молодцы. Я поддерживаю слова комментаторов, что старались, но это топ-1 команды мира, против которой сложно. Было сложно и в прошлом матче между этими коллективами. И здесь также встреча закончилась 2-0. Но что было конкретно на Оверпассе, мы с ребятами здесь и разберем. Не ожидались мы, что будет 2-0. Возможно, где-то в сердечке, где-то в душе болели за команду Акума, но не сложилось, ребята. Что думаете? Ну, не сложилось, потому что, опять же, стартовый отрезок был полностью проигран командой Акума. То есть проиграли пистолетку, проиграли первые раунды. Очень долго команда Акума находила какой-то, знаешь, удобный для себя модель диффенсу, чтобы противостоять команде Гамбит. И вот пока они добрались, до этой более-менее нормальной формулы уже, конечно, было немножко поздно. Они все равно вернулись. Там, по-моему, счет какой-то 7-4, 7-5 был. И вот 10-й раунд там очень обидный получился у команды Акума, когда 4 в 3 ситуация большинство у команды Гамбит выходит на точку А2, игрока сплетующих длину плюс центр. И там, по-моему, Сергей, если не ошибаюсь, или Психа, дает 2 фрага. Вот. И 3 в 2 все вы должны забирать раунд. А в это время Аксель промутился под B, убил, то есть ротацию с ХЛП, закрыл смаком 9, и в этот момент еще и летит Широт. 10 секунд до установки бомбы. Он еще более того, что арта вылетает, дает фраг по 9. Савика ставит бомбу. И там, в принципе, даже до установки бомбы изначально не дошло, то есть закрыли последнюю. И следующий раунд, по-моему, уже 7-4, когда команда Акума берет довольно интересную закупку. То есть там был один кольт, ну, патронная М-ка длинная, и деглы. То есть они застакали туалет, в упоре действительно были правы, забрали раунд, и там дальнейшие еще один-два раунда, по-моему, в итоге забрали. Вот, в целом, не знаю, мне показалось, что команда Гамбит, ну, не показалось, а действительно на классе переиграла своего соперника. Они понимали, что делать от и до, они понимали, что команда Акума наверняка в статике не очень хороша сейчас, учитывая, наверное, не совсем частое появление команды Акума на самом оверпассе. Поэтому здесь знание карты, знание таймингов, уверенность в себе, опыт, все вот это в копе дает такую вот действительно картину нам по итогам этого оверпасса. Ну и команда Акума, да, перейдя за атаку, к сожалению, как-то очень долго минжевала своими выходами на точку. Я, по-моему, помню тот раунд, когда Акума выходит, у них преимущество, по-моему, 4 в 3 или 5 на 4, они выходят на базу B на 11 секунде только с монстра. Все, там хаос, паника, что делать, вообще пацаны не понимают. Ну вот реально по таймингам где-то пацаны могли, так скажем, да, заиграться. То есть действительно в контроль карты довольно скверные у ребят. У них была стартовая агрессия на центр, да, это все было. Но опять же команда Гамбит грамотно это все дело контестировала, ну и сама, конечно, контр-атаковала тоже очень уверенно. Ну и по стрельбе команда Гамбит выглядела сочнее. По всем параметрам Гамбит сегодня переиграли команду. Именно, об этом мы и говорили в предмачевой аналитике. Удивительно, что ты сказал, что неожидаемые как бы 2-0 на самом деле, наверное... Сердечки я добавил, сердечки. Ну понятно, что мы все равно так или иначе болели за Акуму, но соперник крайне неприятный и в хорошей форме. То есть мы видим Хоббита, который в очередной раз на оверпассе настреливает 7-0 по опен-дуэлям. То есть он вторую карту подряд набивает лучший фрагстат. Да и в целом команда Гамбит, как уже сказал Гром, смотрится гораздо более убедительной. И это, наверное, не столь большая проблема команды Акуму. Акумы и так выжили из себя максимум, что могли. И да, сейчас под давлением они не смогли сыграть против топ-1 мира отличным образом. Но это доказательство того, что парни тоже не роботы. И бывают тяжелые дни, бывают тяжелые ситуации. И бывают тяжелые соперники. Хотя на своем пути они обыграли довольно неслабые коллективы. Просто тут, как мы и говорили, ну криптонит, который пройти крайне сложно. Да, таких Гамбит в принципе выиграть уже тяжеловато. А Гамбит проходит в Гром. Развини, дорогой друг, у нас Нафань на связи. Игрок команды Гамбит, с которым мы сейчас пообщаемся. Нафань, привет. С победой вас и вашу команду обыграли своих соперников довольно уверенно. Какие эмоции, настроения? Может быть, вы так и ожидали, поэтому никаких эмоций. Да норм, да, особо никаких эмоций. Ну, мы вышли в финал, это классно. Надо дальше работать. Вы ожидали большего сопротивления от соперника? Или просто по своему плану действовали и в принципе ожидаемо? Да нет, они играют достаточно, ну типа так. Ну типа у них все одно и то же. Мы подготовились к нему и все. Закончили игру на хорошей ноте. У вас был матч с командой Na'Vi, который вы проиграли. Это был очень плотный, да, второй. Плюс еще и Train, который вы тоже не совсем уверенно сыграли. Но потом собрались силами и обыграли Немигу, Интропик. И сейчас тоже ребят прошли. До этого вы там еще обыгрывали команду Virtus.pro тоже без особых проблем. Спирит, спирит. Не туда смотрю, да, спирит, прошу прощения. А что вам помогло после поражения с командой Na'Vi обратно вернуться в форму и показать такие результаты? Ничего особенного. Просто у нас изначально по определенным обстоятельствам люди играли некоторые из дома. Бай вообще был в Казахстане. И поэтому такая атмосфера была не самая рабочая. Вот. Потом все вернулись. И там пофиксили пару ошибок. И все нормально стало. Все окончательно. Ребят, у вас есть что спросить? Ну, наверное, Нафань, привет. Да, еще раз вопрос по Миражу. Наверное, вы играли как-то сегодня супер развязанно. И кажется, что вы, так сказать, переняли стиль команду Акумы в атаке на Мираже. Так ли это, в принципе? Да нет. Просто играли в свою игру. Делали то, что мы делаем обычно. Ничего нового вообще не показали. Ну и вопрос, как Хоббит. Потому что за последний матч он просто уничтожает все, что движется. Видимо, переезд обратно на буткемп. В принципе, ситуация внутри команды сейчас намного лучше, чем была как раз. Когда вы играли по домам. Ну, говорю, типа, конечно, условия дома хуже, чем на буткемпе. И на буткемпе нам, что ли, привычнее, наверное, уже играть. Вот. И в целом тут достаточно такая рабочая атмосфера. Поэтому, я думаю, нам дает это определенные бонусы. Но тут это все индивидуально, мне кажется. Ну, отличный ответ. Влад, я спрошу твой предикт по поводу завтрашнего матча. ВП команда Акума. Ты на кого? Ну, если Virtus.pro не будет пикать DAS2, то, в принципе, думаю, Virtus.pro выиграют. Что не так со вторым DAS2 у Virtus.pro? Инсайт есть? Ну, я не буду комментировать данную ситуацию. Просто считаю, что пик против команды Акума DAS2 не самый лучший пик. Слушай, а вы до этого парковались вообще с командой Акума? Не, мы против Сангой не играем. Понял. Ну, вот сегодня только сыграли. Спасибо ЦАГе там. Праг 1 разыгровочный. Ну, в любом случае, с проходом в финал. Удачи дальше. Да, спасибо, Влад. Спасибо. Если есть слова, которые ты хочешь сказать, пожалуйста. Спасибо МТСу, Ультра Гир, LG, все дела. WSD, естественно, тоже спасибо. Вообще всем спасибо большое. Вот подписывайтесь, ставьте лайки. Хлокольчик, если вы там на Ютубе это смотрите где-то. Все. Все, спасибо тебе, Нафаня. Еще раз победа. И ждем вас завтра уже с таким же настроением также в игре. Но на сегодня, наверное, уже будем постепенно так уже заканчивать, ребятушки. Но сначала посмотрим сетку, конечно. Но у нас, как мы уже говорили, Гамбит прошли в гранд-финал. Завтра Акума и Виртуз Про. Если не пикнут DAS2, Виртуз Про, то вероятно, они попадут также к команде Гамбит и оставят команду Акума на третьем месте. Давайте скажем две вещи. Перед началом этого турнира мы бы такой плей-офф предсказать не могли. Это правда. А особенно, когда вы увидели групповую стадию, ну, чтобы вот так все события сложились, Акумы прошли по первым матчапам, но потом, видишь, попали снова на Гамбит, и Гамбит не оставляет шансов. Ну, вот как так? Ну, как-то так. Не знаю. Здесь, в любом случае, команда Акума так или иначе заняли топ-3 уже как минимум. И завтра у них есть возможность выйти в гранд-финал. Но преимущество, по-моему, все-таки в одной карте есть уже у команды Гамбит в любом случае. Потому что в V100 в 5 у нас, во-первых, гранд-финал — это раз. Во-вторых, ну, кто не попади в команде Гамбит, будет тяжело. Но, наверное, только ВП может с ними справиться. Акума, я думаю, что если обыграет завтра ВП... И ВП тоже будет тяжело. Это понятно. Я говорю, что если ВП завтра выиграет у команды Гамбит, они реально могут с ними подраться. Но вот если Акума еще раз выйдет, ну, точнее, обыграет команду ВП и выйдет в финал, то Акуму так же, мне кажется, как и сегодня переиграют. По конструктиву, конечно, все очень тяжело у Акумы. Вера, понятно, это хорошо. Они огромные молодцы, они поднялись. Действительно круто. Но они гораздо слабее, чем Гамбит в нынешней форме. Это факт. Это стоит признать. И вот как раз-таки, как я сказал Нафаню в интервью, что парни ничего не меняют в себе, не меняют в игре. То есть, по сути, играют все так же просто. И кажется, что да, действительно, у Virtus.pro завтра есть неплохие шансы выйти в гранд-финал. Но об этом мы узнаем уже завтра. Опять же, в 5 часов вечера на этом же канале мы с вами посмотрим на заключительные два матча, которые пройдут и определяют первое, второе, третье место. И, соответственно, уже распределение очков по самым топчикам. Но все это завтра. Для вас сегодня работали Герман Громов и комментировал, и анализировал. Ани Шарот также для вас поработал на двух позициях. Ну и ребята, которые уже ушли. Это, разумеется, Декреги и Слип Самая. Для вас сегодня на хосте я был Мингат. Спасибо, что смотрели. Ребята, увидимся с вами завтра. И всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok